. Чё, убегай хозяин. Что такое? Страшно вообще. Всё съели. Молодцы. Теперь они вдвоём туда уезжают. Конечно, я страшнее, чем другой свеч. Намного страшнее, кажется. КОНЕЦ Ты что-то вкусненькое ешь, да? А, это семечко с белой очисткой, шелухой. Так что у неё там, вон сколько семечек. У нас тут продолжение истории про желтогорлую мышь, которую принесла недавно Мароша сюда. Я у неё её забрала и случайно её выпустила в совешню у Лучика. Ну, как бы не особо переживала, надеялась, что Лучик её поймает. Лучик её не поймал. Вчера утром я обнаружила вот эту картину. Пожиранное мыло, то есть это мышь. Видимо, когда дверь была вон-то открыта, пришла сюда от Лучика. Ну, я что, ладно, поставила мышу Ловке. Вот, мышь попалась. Вон там съеденные семечки, мышка такая там сидела, что-то грызла, потом ей надоело, она вот так сделала и ушла. При этом, когда вот вчера утром мыло я обнаружила, весь день вот так дверь была открыта. Мышь не ушла через дверь на улицу, она вот сегодня ночью попалась в эту мышеловку. У меня есть ещё одна такая же мышеловка, но что-то я её уже не хочу так ставить. Я отзывы на Вайлдберрис написала про эти мышеловки с фотографиями. Но у меня есть план ещё один, запасной, сейчас. У меня есть вот такая крысоловка. Её надо только помыть, она вся запылённая. Но я в неё ловлю крыс, правда, крыс сбежавших домашних, диких, тут у нас пока не наблюдается в этом году. Не знаю, тут ячейка достаточно крупная, но я думаю, мышь не пролезет. Ну, уж эту-то она, наверное, не сгрызёт. Будем ловить. Охота на мыша продолжается. По поводу же затенения окошек. Вот, сегодня полноценный день с ними. Ну, тень от фикуса больше не падает на орхидеи. Вроде, пока не ясно. Если будут ожоги на листях, они появятся через несколько дней. Вообще, я бы не рекомендовала бездумно за мной повторять и сразу же себе такие плёнки покупать. Стекло греется очень сильно. Горшки и растения греются меньше, но нельзя сказать, что 100% убрался весь жар. То есть, растения теперь не могут касаться того стекла. А если у вас адаптированные к солнцу растения, как, например, фикусы, то так вот стекло, в принципе, прохладное. Ну, как прохладное, оно тёплое, но не горячее. Приятно тёплое. И если у вас растение растёт, касаясь стекла, то с плёнкой уже оно так делать не будет. И я решила, что больше клеить на окна плёнки эти не буду, потому что мне достаточно именно вот там, где у меня стоят всякие котлеи и дендробиумы и прочее, что солнышко любит утреннее, вечернее. И вот здесь. То есть, здесь у меня стоят практически все это орхидеи, кроме вот этого цитруса. Вот. Где у меня фикусы? Им не надо никакой защиты от солнца. Наоборот, им нужно прям солнце, им нравится. И они у меня вырастут большие, будут давать именно тень в помещение, то есть, перехватывая всё солнце. Да, вот сейчас у меня фикус вот так делает. Вот. Я заклею только дверь. Я заказала по размеру на дверь наклейки, потому что именно от двери самое большое пятно солнца падает. И, в общем-то, на этом пока и успокоюсь. Так что так. Поэтому подумайте, надо ли вам это. Мне тут это написали ещё в комментариях, типа, ой, уже скоро снимать их надо, и, правда, зачем вы сейчас вешаете то, что, типа, осень, а зимой незачем. Это плёнка атермальная. Она снаружи прекрасно просвечивается, она пропускает цвет. То есть, тут на пять процентов освещение это пропадает. Вот. Зимой она, возможно, даже будет тепло внутри удерживать. Во всяком случае, так написано. Но не знаю, правда ли это. Вот. То есть, что здесь окно? Что вот окно. Они одинаково отзеркаливают. Вообще, разницы нет. Это не тонирующая плёнка. Она практически не убирает освещение. Она чуть-чуть зеленоватое делает. Вот. Поэтому зимой я её не собираюсь снимать. Это ни к чему. Это тот тип плёнки, которые не нужно убирать на зиму. Поэтому сейчас и наклеила. Ну, я только недавно просто про неё узнала. Так что, не знаю. Пока прям вот рекомендовать, рекомендовать я её не могу. Потому что не знаю, насколько она защищает растения. Но, как бы, и говорить, что это бесполезная фигня, я тоже не буду. И смысла нет. Чунечка, а ты только что искупался. Ты не купался. Чу-чунь. Ты ж такой мокрый сыч. А ты сухой сыч. Всё забрызгал. Сейчас я тебе воду поменяю. Мокренький такой. Скажи, я купался. Я чистый. Самые чистоплотные сова. В совином доле. Да, Чунечка? Давай. А ты будешь купаться? Мне кажется, мне прилетит. Ага, там ХЗ сидит. Вон он. Но я не буду заходить. Прячутся от меня они вдвоём в одной коробке. Сидят по отдельности. Ой. Кубыша, как только слышит мои шаги, он тоже прячется внутрь. Луч! Бесишь! 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 Кто говорил про каску пожарную? Вон она лежит. Да. Это лучик и каска. Ладно, надо Чунечке водичку заменить. Скоро. Да. Ага. Ага. Что за допуск. Что за пустота? Ладно. Ага. Что за пустота? Ага. Что за пустота? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...